И так, всем привет, с вами Дубкей, и я приветствую вас всех на последнем нашем курсе, сеансе психотерапии. Мы продолжаем играть за Аляску, за индейцев, краснокожие побеждают белокожих. Что я могу сказать, мы тут уже готовы высаживаться, так что давайте не будем это отлаживать, а если вы еще вдруг не подписаны, не отлаживайте подписку. Поехали. Ну и что, освобождайте, пускай все просто едут сюда высаживаться. А вот эти все ребята поедут просто пока что рядом, чтобы они уже доезжали, потому что сейчас они вообще в Америке. Едут как раз сюда, и я думаю, отсюда мы спокойно высадимся. Сразу на море получаем. И да, мы, наверное, сначала заберем Ирландию, а потом уже из Ирландии в саму Британию, а потом уже и Европу тоже деколонизируем. Ой, мы сделали снежный крейсер Аляски, это был вот здесь вот фокус. Короче говоря, не получилось у нас, да, судя по всему. Мы просто его бросили. Это неловко, реально неловко на это потратить фокус. Я думаю, нам какой-то дастся еще баф. Здесь больше не осталось никаких интересных фокусов, по крайней мере, плюс-минус. Это, конечно, тоже очень сильно, на самом деле. Скорость 30-25, скорость эффективности производства роста тоже. Но я давайте закажем флот, посмотрим, что тут по флоту будет. Тут тоже бафы неплохие флота, кстати говоря, ладно. Плюс 0.0 восстановление организации флота, это, конечно, звучит любопытно. Да, наверное, там должны были быть какие-то другие числа, которые в итоге бы проценты добавили какие-то, да. А может быть там типа 0.05. Это типа они хотели еще 5% сюда добавить. Скорее всего, это вот так вот. Но игра уже округляла до 0.0, и может там и есть 0.5. Но вообще звучит странно. Но это выглядит реалистичнее, чем показатели просто 0.0 туда поставили. Хотя, кто знает, кто знает. Ну и что томить, все, поехали сразу уже. Вот тут, кстати говоря, еще дополнительно тактические бомбардировщики делали. Так что их мы тоже здесь деплоим. В общем-то, почему бы и нет. Из-за деплоил тяжелоистребители. Мега хорош. Мега хорош, да. Но нет, тактические бомбардировщики нам нужны. Нас попытались перехватить, но наш бравый флот, конечно же, защитил наш десант. И нас встречают здесь, но удачи им. У нас и пехота непобедима, и еще и авиация непобедима. Что делает нас просто непобедимы. Нам, кстати говоря, даже порты не нужны, потому что у нас потребление припасов отсутствует. Но так чисто для приличия, давайте захватим. Ну и не тормозим, сразу высаживаемся дальше в Британию. Ох, как приятно, ребята, когда нету задержки на готовку плана. Как сразу становится в эту игру приятно играть. Разработчики, пожалуйста, уберите задержку плана. Тут, кстати говоря, есть островок, и я подумал, блин, а что бы нам не взять, еще островок не захватить? Ну, типа, почему нет реально? Какая-то единственная... А, ну этот регион, но мы этот регион тоже покрываем, так что все окей. И да, мы его забираем. Сразу отсюда мы можем поехать еще дальше, типа, потому что нам никто не может запретить, а нет необходимости. Блин, минус 100% времени подготовки, это, конечно, шикарно. И давайте, наверное, подумаем насчет чего-то вот здесь вот в Африке. Все-таки давайте высаживаться в Африку параллельно с этим. Эта армия у нас тоже простаивает. Ими бы я, наверное, высаживался куда-нибудь в Европу. Прямо вот отсюда, почему нет? Вот, я не буду стесняться. И у нас таким образом остается еще одна армия, которая... Ну, давайте тоже будет высаживаться в Европу, но тогда дождется пока первый уже высадится. И будет уже потом им помогать. И Британия просто красится, ноль проблем. Что неудивительно. Наш высадка, кстати говоря, я тут думаю, блин, надо готовить высадку. Не надо готовить высадку. Хочешь ехать и есть, хочешь высаживаться, высаживайся. Ох, какая прелесть. Всегда бы так реально. Ну и вот падение Лондона. Индейская военная полиция. Да-да. И теперь интернационал... Ну, теперь же французы, типа, в недоумении. Французский интернационал. Британцы перестали войска на фронт присылать и говорят, индейцы напали. Суду мы, что над нами издеваетесь. Индейцы напали? 41-й год. Какие индейцы? В Лондоне индейцы? Вы что, с ума сошли? А да, да, они идут. Но им все еще никто не верит. Все еще кайзеры смеются в Германии, когда это слышат. Почему? Ну ладно. В принципе, мы просто захватим это тоже. Мы воюем с Германией. Так что мы это да захватим сами. Но почему это передалось им, это огромный вопрос. Это новый флот Аляски. Ну давайте ее поднимать. Не знаю. Ну, очевидно, куда мы не будем покупать флот, потому что, блин, мы ее уже уничтожили. Логично, наверное, да? И поднимать. Смотрите, может у нас сделать что-то? Можем получить флагман. Тут что-то еще. Еще, кстати говоря, Бахмана флот. Аргенция плюс 0,2. Да, мне кажется, все-таки 20% должно быть. А здесь должны были быть 5%. Но допустим. Здесь еще, кстати говоря, скорость строительства и рост эффективности производства. Как приятно. Добавляет технология корабельная артиллерия. Вау. Все захват гражданских судей сделаем. Не знаю, что это, но попробуем. Ну, я начинаю по приколу уже дышить немецкую авиацию. Да и, в принципе, логистику тоже. Потому что, ну, а что бы нет. Мы восполним наши потери все супер быстро, в отличие от них. Вместо они все не обученные, поэтому несут большие потери. Но, как бы, не то чтобы нам было не плевать. Хотя потери самолетов из АПО выглядят какими-то прям безумными. Поэтому я, пожалуй, выбомблю им ПВО. Так, я все-таки смог сделать здесь в виде присутствия на море. После чего эта армия отправляется в Португалию. И португальский корпус уже высаживается. И тут хотел еще добрать острова эти. Но, вообще, я думаю, можно на них забить. Давайте, господи, куда камера улетела. Высаживаться во Францию. Но Лиссабон мы взяли. А теперь еще есть нюанс такой казуальный. Что у нас, на самом деле, все войска наши еще только должны доплыть. Господи, вы доплыните сюда, пожалуйста. Потому что все остальные войска-то все еще стоят здесь. Но это мы исправим. Начинаем с топления здесь. Жалко, авиации нету. Но, в целом, даже без авиации должны как-то справляться. Потом будет просто намного проще. Здесь нам не хватает флота. Не, но это мы сейчас исправим, конечно. И вместе с тем начинаются наши выставки в Африку. А тут я вспомнил, что, в принципе-то, а что нам мешает? Закинуть сюда поддержку? С воздуха. Как бы, вообще-то, ничего. Вообще ничего не мешает. У нас радиус. Радиус вам не дохая, как говорится. Поэтому мы из Британии покрываем Испанию. Вообще, мы из Британии можем и Африку покрыть. Потом, кстати говоря, и сделаем для вот этих дивизий. И здесь тоже делаем при отсутствии на море. И высаживаемся. Супермало дивизий, кстати говоря. И сюда тоже надо, на самом деле, отправить немножко самолетиков. Это мы сделаем. Но, в целом, у нас здесь все отлично. Ну, почти. Ну, вообще, не совсем отлично. Но это потому, что у нас все две дивизии. Сейчас мы... Потому что здесь на высках тоже кто-то был уже использован. Давайте удалим мы уже, наверное. Они уже едут все равно. И здесь делаем в этот раз нормальную выстку. Нормальным количеством дивизий. Доезжает сюда одна армия. Доезжает сюда вторая армия. И мы теперь начинаем поход на восток. И вместе с тем, мы начинаем здесь тоже выстку. Только в этот раз у нас есть дивизии. Да. И авиация, самое главное. Падение Гибралтара. Но, вообще, Гибралтар, наверное, меньше из того, что здесь сейчас пойдет. Падет сейчас вся Европа. Каким-то образом у них нету снабжения. Хороший вопрос, почему? У нас в Португалии... Там все происходит. Потихоньку, но мы просто спокойно сейчас будем... Давайте захватывать здесь всю Европу. А здесь захватывать всю Африку. Поехали. Посмотрим, по ощущениям именно эти четыре корабля нам дали, да? Может, Аляска Неви называется? Выглядит, как будто это именно вот это нам заспавнили по скриптам. Ну, такое. Японцы что-то продешевили. Корабль, ну, очень посредственный. А вот и падение Парижа произошло. И теперь французы понимают, что, ну, это был не бред. Ниндейцы действительно существуют. И они действительно просто захватывают весь мир. Кайзер все еще не верит. Он думает, что его генералы шутят просто о том, что каким-то образом... Просто начали... Это... Отступать вперед на них. Они сдаются просто массово. Надеясь, что Германия их спасет. Но нет. Спасения уже не будет. Итак, мы сделали фокус на флагман. И нам дали... Тяжелый крейсер. Ну, слушайте. В целом, для тяжелого крейсера, который дают по фокусу, ну, не так плохо. На 6 тысяч производства. Какая-то у него броня есть. Что-то его можно даже довооружить. Там ему допку поставить. Вот это чуть-чуть улучшить. Это не так дорого. Все эти перевооружения здесь недорогое. Сюда это все можно ставить. В целом, неплохо. Неплохо. Ну, вообще... Вообще... Такое, конечно. Если обратить внимание на потери. Цифры будут, наверное, интересными. Ну, да. Достаточно интересными. И не маленькими. А вот наши... А, ну, сейчас узнаем. Комуна сдалась. И сейчас мы все себе заберем. И дипломаты кайзера возвращаются к нему и говорят, что... И дети забрали все? Смотрят на дипломата и говорят, вы ебанутые. Почему? Мы воевали несколько лет. Где? Где Франция? Где Британия? Почему? Почему они сдались, но мы ничего не получили? Кайзер начинает подозревать, что окружают психопаты. И он единственный здоровый человек. Но мы-то знаем. Мы-то знаем. Тут и Франция потихоньку падает. Блин, как приятно иметь такие большие скорости. Даже в Африке наши дивизии передвигаются достаточно быстро. И если что, кайзер делает морской десант. Десант вот здесь. И он реально смог сделать себе более зеленое море. Но ладно. В целом плевать вообще. А вот и Крахантанты. Ну все, Франция проваливается. И все. Кантанты тоже теперь распалась. Остается лишь шесть спак, но я думаю ненадолго. Мы забрали весь альянс. И в Африке теперь все спокойно. Демонстрация коренных студентов. В Новой Англии усилия по национализации усилились. Продолжение точнее. Ага, ага. Короче говоря. Прайд первых народов. Да. Плюс национал попалиста. Плюс политвласть. Разграбление града на холме. Мы теперь смогли отвоевать новые территории. Новая Англия. А, это, короче, по Новой Англии и вентики прошлись. Окей. Окей. Это инор, потому что мы их полностью начали контролировать. Интересно, если мы вот это все довоюем, будут ли какие-то еще ивенты. Знаете, что мы сделаем? Мы довоюем уже с основными альянсами. После этого просто сделаем аннекс Олл и посмотрим, вдруг какие-то появятся ивенты интересные, чтобы их не пропустить. Ну, чтобы воевать уже именно, как бы, очевидно, с нашими ресурсами, ну, невозможно проиграть просто в войне любой. Вот уже Газбер доносит о том, что пропустение итальянских государств, очень интересно, что индейцы подходят уже в саму Германию, они пересекли Рейн и уже потихоньку идут у Берлина. Он реально начинает сходить с ума, но индейцы просто рушат все его планы. Открытие касающиеся костей. Так, это что? Это, видимо, какой-то лорный ивент Аляски просто такой. Но он не индейцев, а просто Аляски. Ой, кстати говоря, Россия победила Турцию, и здесь стали российские марионетки. Россия реально очень сильная, она и смогла Германию замерить неплохо. А мы смогли капитализировать весь Рейхспакт. Причем забавный факт в том, что он не распался. Странно. Или все-таки распался, а я не обрисовал внимания. Осталось лишь Даня, одинокая. И, наконец-таки, наступит мир. Тут куча судеб, но решать мы их не будем. У нас минус 90% стабильности и буквально ноль поддержки войны. Ну, это все, как бы, это все неверная информация. Здесь неправильные числа выводятся, ребята. У нас все-все-все покоренные народы поддерживают нашу войну, очевидно. За возвышение краснокожих и проигрыш белокожих, да. Тоже, я думаю, в принципе, в принципе, можно считать, что мы победили. Можно, конечно, еще пойти в Россию, кстати. Ладно, я думал, что я играю тут на какой-то шизе, но что происходит здесь? Это, кажется, отдельной историей. Это прям, прям отдельная история. Происходит молитва о нашем древнем индийским богам. И боги ответили на наш золо. Давайте теперь посмотрим, есть ли у нас хоть какие-то ивенты на какие-то еще территории. Ну и время мотается, ивенты не приходят. А значит, на этом все. Действительно, амбиции наши, на самом деле, должны были быть ограничены вот этим. Но мы немножко пошли дальше. И, как я и говорил, да, до конца игры мы не успеем мобилизоваться. Но когда-нибудь Индия... В общем-то, Черепаший остров мобилизуется. Но это совсем другая история. Вы обязательно подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны. Оставляйте лайки, комментарии. Не забывайте Twitch Discord. И до скорых встреч. Пока.